Развязка с побегом Плаксиной закончилась феерично. Народ присел. Адвокат Успенской прокомментировал признание Плаксиной. Накануне скандал между Любовью Успенской и ее единственной дочерью набрал новые обороты. Взбежавшая в Израиль молодая женщина пожаловалась на преследование со стороны матери и жуткие последствия ее решений. Так, 34-летняя наследница королевы русского шансона заявила, что Любовь Залмановна все последнее время чуть ли не силой заставляла ее жить вместе, лишала собственных денег и вынуждала выступать на сцене. А три года назад, когда Успенская определила страдающую от зависимости дочь в реабилитационный центр, там якобы произошло страшное. Татьяну принудил медбрат, и Успенская была в курсе трагедии, утверждает Плаксина. Признание наследницы артистки взбудоражили многих, однако, как теперь заявил адвокат Любови Залмановны Елена Сенина, верить в слова молодой женщины не стоит. Ее общение с прессой преследовало вполне определенные цели. Если Татьяна говорит о том, что в отношении нее совершаются преступления, незаконное лишение свободы, незаконное помещение в психиатрическую клинику, домогательство, то она должна идти не на телевидение, а в правоохранительные органы. Но она не идет. И из этого следует только одно. Это очередное интервью, данное в состоянии измененного состояния по причине нехватки свободных денег, высказалась Сенина. Кроме того, Елена напомнила, что ранее Плаксина уже неоднократно делала громкие заявления, а позже отказывалась от собственных слов. Это все уже выглядит как сюжет притчи о мальчике и волке. Вот еще один такой случай. Это печально, что было с Таней без опеки Любы, нам тоже всем известно, заключила юрист. Добавим, что российская актриса Яна Поплавская раскритиковала певицу Любовь Успенскую за публичное обсуждение проблем с дочерью, назвав это дешевым цирком. Она предложила Успенской купить козу вместо того, чтобы пиариться на истории с дочерью, которая якобы сбежала в Израиль. Уж лучше бы Люба Успенская купила козу. К чему этот низкосортный пиар с похищением дочки, которая на самом деле сбежала в Израиль? Хватит этого дешевого цирка, написала Поплавская в своем телеграм-канале. Она пожалела дочь Успенской Татьяну Плаксину, отметив, что из-за семейных скандалов у нее сложились проблемы с общественным мнением. В начале октября стало известно о пропаже Татьяны Плаксиной, которая исчезла, оставив телефон дома. Успенская выразила тревогу по этому поводу, полагая, что Татьяна могла стать жертвой шантажистов после их поездок. Следом, пиар-директор Успенской Константин Манжула подтвердил, что Татьяна найдена в Израиле. Существовали разные версии ее исчезновения, возможное похищение ради выкупа и влияния подруги семьи. Эксперты высказывали мнение, что Татьяна могла быть обманута, а некоторые подозревают, что ее проблемы могут быть связаны с запрещенными веществами, учитывая ее прошедшие зависимости и конфликты с матерью.